Добрый день дорогие друзья! И в этом видео я покажу вам павловню, которая высадила в качестве эксперимента небольшое количество вермикулит 11 января. Это было сделано сегодня. У нас вторая дата записи этого видео 2 февраля. И что на эту дату я имею? Давайте с чего мы начнем? Начнем мы с павловни бойлочной. Напомню о том, что это эксперимент. Семена 2018 года. Я решу проверить схожесть этих семян и какие результаты на данный момент мы имеем. Я чуть поближе позже покажу. 11.01.20. Я их посеял. Сегодня 2.02.2020. Что мы видим? Видим мы следующее, что из 60 я буду оперировать показателями цифровыми. Потому что я высаживал 60 семян. И сейчас по факту будем смотреть, что у нас получилось. Из 60 семян всходы дали на сегодняшнюю. 29. То есть половня войлочная. Семена 2018 года. Грубо говоря, примерно 20-30. Половина. То есть схожесть у нее составила, ну здесь еще будет сходить, от 50%. Примерно. То есть еще, наверное, я думаю, что еще что-то взойдет. Опять же скажу, это я говорю и выращиваю на вермикулите. От вермикулита я решил уже отказаться. Чуть позже об этом видео дальше скажу. Теперь мы посмотрим гибрид 95.02. Результаты. Все те же самые условия, все та же самая дата высадки. И мы, что мы видим, да? Сейчас я на видео демонстрирую. Во-первых, такие на ту же дату сеянцы, да? Какого размера относительно половни войлочной, да? И какое количество. Давайте посчитаем. Здесь еще один начинает сходить. 25-25. Больше пока не вижу, возможно, еще углу. Ну, 25 из 60. Сходы гибрид 95.02. Какие-то итоги подводить будем позже. Теперь смотрим Powton Z07. Все те же самые условия, все одинаково. Давайте смотреть. Здесь они примерно такого же размера, как и гибрид 95.02. Я имею в виду по размеру. На видео сейчас продемонстрирую. Давайте посчитаем. Будут сходить, будут 19. Ну, давайте возьмем цифру 19 из 60. На данную дату вошли. Ну, промежуточные какие-то выводы я делать сейчас пока не буду. Потому что, во-первых, идеальные условия соблюсти, в которых они хорошо развиваются, у меня не получилось. Потому что это я выращиваю в комнате дома. В любом случае происходит проветривание. Это понижение колебания температуры при проветривании, естественно. Даже с учетом того, что они находятся в стеллаже и идет подогрев куврика, ну, куврик, ну, подогревается земля. Все равно колебания общей температуры в помещении у меня нестабильные. Соответственно, стабильного не получилось у меня достигнуть показателей, да? Помещения отдельного у меня нет. Соответственно, результаты на данный момент такие. Я это связываю в том числе еще и с этим, с температурным режимом. Это первое наблюдение. Второе наблюдение, как мне уже подсказали, знающие и опытные, скажем так, те, кто выращивает павловню, что в вермикулите, они просто тоже выращивали, пробовали различные ягод, перлиты, вермикулиты, другие, павловня хуже растет, развивается на этапе посева семян в вермикулите. В связи с этим и мои собственные наблюдения по опыту прошлого года, когда у меня павловня поднялась и выросла буквально чуть-чуть, а потом просто становилась в росте и замедлилась, и как бы в течение месяца-двух вот такая маленькая стояла и дальше не развивалась. Маленькие такие росточки были. И сейчас я уже по общению, я понимаю, вполне возможно, что причина как раз в вермикулите. То есть павловня в вермикулите развивается гораздо хуже и дает худшие результаты, нежели просто в обычной земле. И я какие для себя сделаю выводы? Я буду высаживать всю основную партию, которая будет у меня, основная часть, всех трех видов павловни я буду высаживать в торф. ТОФ, кислотность PH, это от 5,5 до 6,5 в этих пределах. То есть обычный торф в магазине, который продается без всяких там супер навороченных добавок и всего остального. То есть, ну а промежуточные результаты, в принципе, вот я вам показал, рассказал, процент схожести тоже примерно сказал. Но опять же, оговорюсь, у вас могут быть совершенно другие условия. Это раз, в любом случае, каждое свое условие. Кто-то получился, без идеального условия, у кого-то не получилось. Все в разных местах выращивают, у всех разные возможности по созданию микроклимата для павловни. Но в то же время показатели у меня сейчас получились такие. Также я постараюсь, попробую проанализировать примерно хотя бы, да, какие результаты будут при посеве в торф. Но я там буду высаживать уже большое, огромное количество, поэтому там в точных цифрах показателей будет сложно оценить по количеству. То есть, если здесь я посчитал, да, я знаю, что высажено 60, я посчитал, какое количество на данную дату взошло. То там такое у меня вряд ли получится. Я, скорее всего, не буду считать, сколько я высаживаю. Но там кондейер был гораздо больше семян. Я буду просто их высаживать, потому что это очень по времени затратно считать. Но примерный показатель здесь вот я обозначил. Опять же, это может быть у кого-то хуже, у кого-то лучше. Но примерно вот так. И еще хочу сказать о том, что сходы павловни войлочной терминтозы и гибридов отличаются. То есть, гибриды сходят сами по себе хуже. То есть, у них процесс схожести ниже по сравнению с павловней войлочной. Поэтому это тоже надо учитывать при покупке семян, при высадке рассады, при планировании определенного количества семянцев для посадки. То есть, это просто учитывайте. Но опять же, ваш собственный опыт только он вам подскажет и поможет. И даст понимание того, как вам дальше ее выращивать. Потому что определенные условия, агротехника, это, конечно, все хорошо. Но условия у всех разные. Не все могут создать идеальные условия для роста. И у них у всех есть отдельные помещения для выращивания павловни, для создания там определенной температуры. Поэтому, если у вас такие условия есть, и вы их создадите, эти идеальные условия, то будет вообще прекрасно шикарно, и у вас будут сходы более 90%. Хотя некоторые, я знаю, что и создают условия и, в принципе, в квартирных, в партии. То есть, высевают. Также у них гораздо лучше. Но в любом случае, буду пробовать. Буду пробовать выращивать, сеять сторф и смотреть, и наблюдать, как они будут развиваться уже непосредственно в другом. Субстрате универинкуритатов. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, рекомендации, предложения по сказанному миную видео, пишите их обязательно в комментариях. Пообщаемся. Подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны на канал, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления новых видео. На этом все. До встречи в новых видео. Пока. Я желаю вам великолепного дня. Редактор субтитров А.Семкин